Они первыми помогли запустить большой цифровой процесс в Тюменской медицине. Сейчас рассказывают депутатам, до чего дошел прогресс. В 17-й поликлинике в детском отделении всего один регистратор. Бумажных медкарт пациентов нет совсем, очереди тоже. Здесь помогают зарегистрироваться на госуслугах и планировать визиты электронно. В постоянном развитии медики, утверждает главврач. Мы развиваемся в плане аналитических систем. Для руководителей, для принятия управленческих решений есть аналитическая медицинская информационная система. В поликлинике есть своя навигация, возможности открывает QR-код. После загрузки программа предлагает голосового гида, чтобы не заблудиться в коридорах. Свой цифровой помощник есть у каждого врача. В электронной программе истории всех пациентов. Ресурс постоянно совершенствуется, предложения принимают и от пациентов. Одной из них – запись к врачам в мобильном приложении должна быть более детальна. Какой-то врач, какая-то Иванова, в каком она кабинете, я не знаю, приходится опять идти в регистратуру, стоять в очереди и узнавать, в какой же мне нужно пойти кабинет. Работу над ошибками обещали сделать. В этом разработчикам помогает в том числе искусственный интеллект. Например, недавно он обработал данные пациентов и объединил в электронной системе людей с кардиорисками. А чтобы болезни предотвратить, в области развивают единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Большой, серьезный, мощный такой проект. И цель его – видеть пациента любого. Правильная диагностика, даже до госпитального этапа. И, конечно, главное – это, конечно, причины снижения и работать по причинам смертности. Но чтобы цифровизация шла по плану, нужно еще больше сотни IT-специалистов. Тех, кто готов работать независимо от иностранных продуктов. Это российская информационная система, и она не имеет какой-то взаимосвязи и каких-то рисков с точки зрения импортозамещения. Вместе с тем информационная система имеет все требования безопасности. Если говорить про кадровый голод, конечно, у нас на сегодняшний день в отрасли есть потребности в IT-специалистах и в специалистах в сфере IT-безопасности. Нужна целевая подготовка. Можно сказать, боже, у нас столько вузов здесь, и мы можем это сделать. Да, мы можем это сделать, но подготовив их, мы упираемся в другую проблему. Заработная плата в бюджетной сфере недостаточно высокая для того, чтобы нам удержать этих специалистов. И мы сейчас тоже обсуждали эту тему тоже. Коснулись сегодня темы сотрудничества с частными клиниками ради объединения баз данных пациентов, чтобы цифровая революция в здравоохранении шла без боя, мирно и одновременно. Татьяна Воротилова, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.